Привет, меня зовут Андрей Кравчук, и в этом видео я хочу рассказать о моей аппенсорсной библиотеке, которая предоставляет паттерн Entity Component System. Расскажу немного о самом этом паттерне, он, это архитектурный паттерн, который в основном используется в видеоиграх для хранения данных, собственно, игровых объектов. В чем назначение этого паттерна? Оно двоякое. С одной стороны, он позволяет гибко на ходу во время работы программы изменять состав тех игровых объектов, которые существуют, и с другой стороны, он позволяет более быстро обрабатывать эти объекты за счет более грамотной утилизации кэши центрального процессора. Собственно, потребность в такого рода паттернах возникает по той причине, что уже в течение достаточно долгого времени, в течение нескольких десятков лет, существует некоторый разрыв по производительности между скоростью центрального процессора и между скоростью его взаимодействия с оперативной памятью. Собственно, такой разрыв, как мы видим из этого графика, со временем только растет, и для того, чтобы как-то облегчить эту проблему, и возникло такое решение, как кэши центрального процессора. Собственно, на данный момент их существует целых три уровня, то есть у нас есть главная оперативная память, у нас есть кэш первого уровня, доступ к которому максимально быстрый и лишь немногим дольше, чем доступ к регистрам центрального процессора. Но этот кэш совсем небольшой. Есть кэш второго уровня, который чуть больше, но доступ к нему опять-таки чуть медленнее. Есть кэш третьего уровня, общий для всех ядер процессора, доступ к нему еще чуть медленнее, но его объем из всех кэшей наиболее большой. По современным меркам это где-то 8-16 мегабайт, где-то вот в таком духе. Ну и, соответственно, есть главная оперативная память. Собственно, штука в том, что в тот момент, когда центральный процессор запрашивает из оперативной памяти какой-то элемент данных, какой-то, скажем, байт, несмотря на то, что, может быть, даже запрашивался один-единственный байт, по шине от, собственно, главной в оперативной памяти процессору идет сразу целый большой пакет данных. Этот пакет данных называется кэш-линией. На современных процессорах размер кэш-линии составляет 64 байта. Или если учитывать, что у нас 64-битные машины, собственно, это 8 машинных слов. Так вот, вся вот эта вот кэш-линия, она оседает во всех вот этих вот кэшах процессора. И, соответственно, в следующий момент, когда мы, например, запрашиваем следующий байт, который стоит последовательно в памяти после запрошенного, мы не будем, точнее, процессор не будет обращаться к центральной оперативной памяти. Вместо этого он заберет эти данные из одного из кэшей, ну, из того, в котором остались эти данные. Поскольку размер L1 кэша там совсем небольшой, и он буквально там какие-то десятки или сотни килобайт. Вот. И поэтому мы понимаем, что наиболее высокая скорость обработки каких-то данных центральным процессором мы получим только в том случае, если мы обрабатываем какие-то последовательные данные. Те данные, которые расположены в памяти друг за другом, подобно, например, элементам массива. Поэтому, собственно, массив является такой высокой производительной структурой данных. Вот. Собственно, как всю вот эту историю с кэшами утилизирует наш паттерн ECS, из чего он, собственно, состоит? Значит, этот паттерн состоит из трех частей, которые, собственно, написаны на этикетке. Собственно, entity или сущность являются игровым объектом. Component — это некоторая грань объекта, некоторые данные о какой-то одной из граней этого самого объекта. И систем — это некоторый код, который обрабатывает, значит, набор объектов с заданными компонентами. То есть, когда мы говорим про entity и про компоненты, нет никакой речи про какой-то код. Речь, собственно, про какие-то данные. И лишь только система — это то место, в которое этот код концентрируется. Собственно, весь этот паттерн можно себе представить в качестве некоторой такой условной двухмерной таблички, в которой у нас по одной из осей находятся различные компоненты. Вот здесь в качестве примера изображены и показаны разными цветами такие компоненты, как позиция, компонент, связанный с передвижением объекта. Скорее всего, там какие-то данные о компонентах скорости, скажем, скорость по x и скорость по y. Это, значит, компонент, связанный с рендером, с отрисовкой этого объекта на экране, какой-то скриптовый компонент, компонент, связанный с физикой, ну и так далее. И у нас есть различные объекты, они вот на этом рисуночке отображены построчно, то есть вот у нас есть в игре какой-то инопланетянин, с которым, видимо, игрок борется, а может быть и сотрудничает, скорее всего, это зеленый инопланетянин с чешуей и с большим количеством глаз. У нас, собственно, есть entity, связанная с игроком, тот объект, которым управляет игрок, у нас есть некоторая цель, на которую, по-видимому, этот игрок нацелен, есть какой-то скриптовый объект, есть там какая-то условная граната и так далее, есть различные объекты. И у некоторых из этих объектов, из этих entity есть определенные компоненты, у некоторых есть вообще все компоненты, о которых мы знаем, у некоторых есть не все, у некоторых есть вообще один компонент. Ну, то есть важно тут то, что мы в рантайме во время работы программы, во время работы игры, мы можем добавлять в какой-то объект новые компоненты, либо удалять уже существующие. Вот, собственно, это и позволяет, это и добавляет гибкости, позволяет на ходу переконфигурировать эти самые объекты без полной перекомпиляции всего нашего кода Вот, значит, здесь, да, еще одна картиночка в иллюстрирующих целях для того, чтобы показать, как, еще раз, чтобы показать, да, всю эту схему То есть вот у нас есть различные энтити, например, вот сущность игрока, как правило, эти самые энтити, это просто некоторые индексы в некоторых массивах компонентов Значит, дальше у нас есть некоторые компоненты, принадлежащие этому энтити, то есть вот у плеера есть компонент transform, который является на этот раз уже трехмерным вектором Есть, значит, компонент movement, который тоже является трехмерным вектором и который, видимо, является вектором скорости, значит, этого объекта Есть компонент, связанный с хитпоинтами, с очками здоровья и компонент, некоторый такой булевский флажок о том, что этот объект на данный момент является неуязвимым. И, соответственно, у нас есть разные системы. У нас есть, например, Move System, которую интересуют только данные о текущем положении объекта и о его скорости. Собственно, он занимается передвижением. И данные, например, о хитпоинтах этой системе не интересны. Есть система Damage System, которая принимает на вход компоненты Health и Invincible, и, опять-таки, другие компоненты ее не интересуют. И, собственно, в соответствии со значениями, которые хранятся внутри этих компонентов, как-то вот эти вот системы реализуют игровую логику, неким содержательным образом обрабатывают эти данные. Ну и важно в системах то, что они, собственно, последовательно элемент за элементом обрабатывают данные компонентов, из-за чего вовсю утилизируются кэши процессора, но про это чуть ниже. Собственно, да, к вопросу о производительности и к вопросу о том, как достигается вот эта вот история с расчесыванием кэша процессора вдоль шорстки, для этого в основном используются трюки из так называемого Data Orient Design. Это такая школа мысли, в которой, значит, рассказывается, что вот нужно писать код таким образом, чтобы не закладываться на какие-то там абстрактные фабрики, значит, абстрактных прокси, а обрабатывать только те конкретные данные, которые у нас есть на данный момент, и обрабатывать их наиболее производительным для аппаратуры способом. Ну и один из таких трюков из вот этой вот области, из этого Data Oriented Design, это такой трюк под названием Struct of Arrays. Значит, как он организован, давайте посмотрим на примере. Давайте представим, что мы создаем некую такую ECS-систему сами с нуля, и вот у нас, значит, есть такой компонент, как позиция, значит, он состоит из двух элементов данных, это, значит, x-компонента и y-компонента. Обе они типа float с одинарной точностью. И вот представим, что у нас четко задано максимальное количество объектов, мы точно знаем, что у нас будет 100 объектов, ни объектом больше, ни объектом меньше. И вот, собственно, мы определяем здесь код на CommonLisp, мы определяем, значит, некоторую структуру с, собственно, этими двумя полями x и y типа single float. Вот, заводим массив из 100 элементов, каждый из этих элементов у нас будет являться этой структурой, этим самым поз. И, собственно, мы можем обработать неким образом в цикле вот эти вот данные этих объектов, просто пройдясь по некоторым счетчикам под названием Entity. То есть мы как бы точно знаем, что у нас есть 100 объектов, соответственно, мы перечисляем все объекты с нулевого по сотой. И вот мы проходимся, значит, таким циклом. Мы на каждой итерации такого цикла получаем из вот этого массива заданный it-элемент, ну, то есть элемент, соответствующий очередному объекту. Затем получаем данные о его x-овой позиции, обращаясь внутрь вот этой вот структуры, и получаем данные об его y-овой позиции, опять-таки, аксессором внутрь этой структуры. И вот уже внутри тела этого цикла мы можем что-то поделать с вот этими вот переменами x и y. Вот. Этот подход мы можем назвать Array of Structures, поскольку как у нас здесь действительно есть некая структура, у нас есть массив из этих структур, массив структур. И этот подход совершенно не производителен и совершенно губителен для кэша процессора по той причине, что, ну, здесь у нас, в общем-то, при хранении вот этих вот самых структур произойдет так называемый боксинг. То есть, как будет на низком уровне устроен вот этот вот массив, компилятор просто каждым элементом этого массива сделает некоторый указатель, некоторая 64-битная целая, если мы работаем на 64-битной архитектуре. И каждый из этих указателей будет указывать, простите за тавтологию, на, значит, размещенной где-то в памяти, значит, вот эту вот структуру POS. Штука в том, что, скорее всего, эти структуры не будут размещаться в памяти последовательно друг за дружкой, скорее всего, там будет, ну, участвовать какой-то аллокатор памяти, и, скорее всего, он будет выдавать какие-то совершенно рандомные места в памяти. Соответственно, доступ к этим нашим элементам, значит, вот этих вот данных будет происходить примерно таким образом с точки зрения кэша центрального процессора, который показан на вот этой вот картиночке. То есть, вот у нас размер кэш-линии, здесь, значит, каждый, в каждое 64-битное целое, то есть, каждое машинное слово показано квадратиком, соответственно, 8 квадратиков, 64 байта. Так вот, у нас первым делом происходит, например, доступ к вот этой вот структуре, соответствующей нулевому элементу, точнее, нулевому объекту, нулевому энтити. Мы, значит, сразу же при этом получаем полную кэш-линию данных, то есть, помимо вот этих вот x и y, мы еще и получаем какую-то рандомную память, которая, значит, есть после конца этой структуры. Ну и вместе с тем получаем x и y. Соответственно, мы обращаемся к x, обращаемся к y, то есть, вот мы как бы пока это делаем, мы вроде бы читаем данные из кэша. Ну, то есть, когда мы обратились к x, у нас произошел доступ к главной памяти, когда мы считываем y, у нас уже происходит доступ к кэшу, поскольку как у нас этот y, собственно, осел в кэше за счет того, что вот структура так устроена. То есть, тут у нас как бы мы вот эти вот 64 байта использовали, пардон, 64 бита, поскольку как каждый сингл флот у нас занимает 32 бита. Но затем, когда мы переходим к следующей итерации этого цикла, мы получаем доступ уже к другому, к другой вот этой вот позиции POS, которая лежит в совершенно другой области памяти. Соответственно, для этого мы используем уже новую кэш-линию, и, соответственно, происходит точно тот же самый доступ. То есть, штука в том, что массу места в кэше центрального процессора мы тратим впустую. Как избежать эту проблему? Можно сделать такой очень хитрый трюк. Можно взять вот эту вот структуру данных, которую мы здесь используем, собственно, вот этот наш массив и структур, и вывернуть его шиворот на выворот, сделать структуру из массивов. Как это будет выглядеть? Значит, примерно похожий код. Мы заведем такую структуру под названием positions уже во множественном числе. Значит, в ней будет поле под названием x, которое, в свою очередь, будет сразу целым массивом из 100 вот этих вот флотов одинарной точности. И, соответственно, y тоже будет аналогичным массивом. Мы создадим хранилище наших данных, вызов такую функцию make positions, то есть, собственно, создав вот эту вот структуру. И дальше мы в цикле что будем делать? Мы сразу же начнем с того, что получим вот внутри этой структуры значит, оба вот эти вот массива. Позовем их xs и ys. Ну, как бы здесь s указывает на множественное число. И затем мы опять-таки будем проходить по всем объектам с нулевого по сотой. Но на этот раз мы будем, значит, получать доступ уже к вот этому вот массиву, соответственно, там xs или ys в соответствии с задным номером объекта. То есть, обратите внимание, в первом примере мы сначала заныривали внутрь массива через, собственно, функцию aref и затем уже заныривали внутрь структуры через ее аксессоры posx, posy. В данном примере мы делаем наоборот. Сначала мы доступаемся до массивов через вызов аксессоров вот этой вот структуры и только уже затем мы едем как бы по вот этому массиву. Соответственно, в этом случае у нас кэш будет утилизироваться полностью. То есть, в тот момент, когда мы получим, например, вот этот вот массив xs и в тот момент, когда мы получим данные нулевого объекта, у нас вместе с данными нулевого объекта в кэше окажутся данные еще последующих 16 или скорее до 15 объектов. То есть, у нас один single float занимает 32 бита, пол машинного слова. Соответственно, в одну кэш-линию влезет сколько, 8, да, 16 таких данных, данные о 16 объектах. То есть, вот мы обработали самый первый объект и все последующие 15 элементов мы, получается, будем обрабатывать как бы на халяву. То есть, мы будем считывать их данные уже из кэша, а не из главной памяти. Соответственно, здесь у нас кэш-процессора утилизируется на полную. Вот такой вот примерчик. Здесь я не буду совсем подробно заныривать в эту тему. Значит, про это я проводил отдельный большой открытый урок на полтора часа. Правда, я там рассказывал про реализацию на языке AC. Но, тем не менее, тоже вот нужно посмотреть. Я здесь ссылочку оставил. Ссылка на эту презентацию, кстати, будет внизу там в описании. Вот. Давайте, наконец, перейдем к, собственно, к тому, для чего мы здесь собрались, к библиотеке под названием CL Fast ECS. Это библиотека на Common Lisp. Значит, я к ней даже вот такую... Сделал логотипчик такой. Значит, я его назвал такой, да, Blazingly Fast Entity Component System Microframework. То есть, даже не библиотека, а некий такой микрофреймворк. Значит, тут я привел некоторые принципы дизайна, которыми руководствовался при ее создании. Собственно, это минимализм. То есть, у меня там используются из библиотек только Alexandria и Trivial Garbage. Это очень распространенные библиотеки, которые практически везде используются. И используется только код на Lisp. То есть, там нет никакого кода ни на C, ни на C++, ни на других низкоуровневых языках. Значит, вторая главная цель – это, конечно, производительность. То есть, мне хотелось по полной закладываться на утилизацию кэша процессора, по полной, значит, минимизировать количество кода, по полной минимизировать количество аллокаций и так далее. Собственно, я за этим внимательно слежу. Значит, следующая важная цель, которая проистекает из того, что библиотека написана на Common Lisp – это интерактивность. Собственно, одна из главных черт семейства Lisp подобных языков состоит в том, что мы можем на ходу переопределять нашу программу, на ходу менять какие-то вещи, на ходу менять код каких-то функций, которые у нас есть в программе. Соответственно, я следовал этому принципу и при создании своей библиотеки. Собственно, при ее использовании можно переопределять на ходу какие-то существующие компоненты и системы или, может быть, даже определять новые компоненты и системы, и все это будет замечательно работать. Ну и, наконец, наверное, последняя такая по важности черта, в которой я руководствовался в дизайне – это совместимость. Эта библиотека поддерживается семью реализациями Common Lisp, что проверяется целой батареей автоматизированных тестов. Еще поддерживается LispWorks, хотя его мне не удалось запустить из Continuous Integration, поскольку, как у них, довольно дурацкая лицензия. Собственно, здесь я привел ссылочку на документацию по этой библиотеке. Она генерируется автоматически. Ну и давайте посмотрим на пример. Собственно, этот пример из Ritme, который есть в репозитории этой библиотеки. Значит, как выглядит использование. Тут мы подгружаем эту самую библиотеку через QuickLisp. Она на данный момент есть в QuickLisp, правда, уже немножко устаревшая версия. Значит, используем UsePackage. И вот дальше мы можем использовать такой макрос под названием DevComponent из этой самой библиотеки. Значит, этот макрос создан с большой оглядкой на CommonLisp-овский макрос, тот, который мы, собственно, использовали выше, DevStruct. То есть описание компонента максимально похоже на определение структуры. Мы прописываем название этого самого компонента, в данном примере Position. Дальше мы можем прописать опциональный DocString, то есть строку с документацией. И дальше мы вот таким образом в скобочках прописываем все поля, которые должны быть на этом компоненте, или выражаясь на сленге Лиспа слоты. То есть вот у нас есть слот X, у нас есть слот Y. Мы обязаны указать все типы. Опять-таки, чтобы выжать максимум производительности, мы можем указать, опять-таки, опциональную строку с документацией для каждого поля. И вот, собственно, да, дефолтное значение. Значит, в этом примере мы еще описываем аналогичный компонент под названием Velocity, тоже с полями X и Y. И дальше мы используем макрос под названием DevSystem, чтобы описать систему. Значит, DevSystem — это такой, наверное, наиболее продвинутый, наиболее центральный макрос из всей этой библиотеки. Он нам позволяет описать систему, то есть какой-то код, который будет обрабатывать различные объекты, у которых есть нужные нам комбинации компонентов. В данном примере у нас есть система под названием Move. Значит, мы указываем с помощью таких вот кейворд-аргументов Components.ro и Components.rw, что нам нужен компонент Velocity, но он нам нужен только на чтение, read-only, и что нам нужен еще и компонент Position, он уже нам нужен на чтение запись. Соответственно, в этой системе мы просто будем обрабатывать какие-то физические параметры вот этих вот наших объектов и менять позицию в соответствии со скоростью этих объектов. Вот мы здесь еще и прописываем, опять-таки, опциональный docstring и, собственно, прописываем некоторый код. Этот код будет запускаться для каждого объекта, то есть здесь не нужно вручную писать никаких циклов. Собственно, этот код будет отрабатывать для каждого объекта, у которого есть одновременно компонент Velocity и компонент Position. Значит, мы здесь что делаем? Мы просто увеличиваем у этого объекта значение Position X на значение Velocity X и увеличиваем значение Position Y на Velocity Y. Все, в принципе, достаточно тривиально с точки зрения ньютоновской физики. Дальше у нас здесь есть еще такая отладочная система под названием Print, которая принимает на вход только объекты, у которых есть позиция, компонент Position, и просто печатает на экран данные о этих объектах. Значит, дальше немножко по поводу версии библиотеки. Я ее пока еще активно разрабатываю. Интерфейс пока еще может довольно сильно меняться. И вот, собственно, та версия, которая на данный момент находится в QuickLisp, эта версия 0.2.2, она использует во всех своих функциях явный параметр Storage. Storage — это там некоторое хранилище, в котором находятся все данные компонентов. И вот этот Storage его нужно явно создать через вызов функции MakeStorage и передавать практически во все функции. То есть функцию MakeEntity, которая создает новую entity, в автоматически сгенерированные функции MakePosition, MakeVelocity, которые, собственно, генерируются вот этими макросами, в функцию MakeObject, которая создает объект по некоторому описанию, вот примерно в таком духе, собственно, это описание говорит, что у нас там есть, собственно, у объекта компонент Position с вот такими-то полями и компонент Velocity с вот такими-то полями. Ну и, собственно, мы вызываем такую, тоже одну из центральных функций по названию RunSystems, которая в цикле вызывает все зарегистрированные через макрос-девсистем системы и заставляет их отрабатывать с теми наборами объектов, которые этим системам интересны. Значит, в более новой версии, которая на данный момент находится в Git-репозитории, это версия 0.3.0, в ней я сделал параметр Storage неявным. Мне показалось, что так будет более удобно использовать эту библиотеку, тем более, что в любом случае Storage чаще всего просто будет какой-то глобальной переменной. Собственно, я и сделал его глобальной переменной, которая находится в рамках самой библиотеки. Значит, для того, чтобы проинициализировать эту глобальную переменную, нужно вызвать функцию BindStorage, поскольку как по дефолту она Unbound, то есть не связана ни с каким значением. И дальше можно напрямую использовать все функции из библиотеки без всякого указания этого самого Storage. То есть, в принципе, код здесь по логике точно тот же самый, он делает все то же самое, но при этом он выглядит чуть короче и, как мне кажется, чуть красивее. Так вот, в чем суть самого названия, которое было вынесено в это видео про металингвистическую абстракцию? Штука в том, что вот эта библиотека, она по сути своей следует такой, опять-таки, идее, которая издавна существовала в листоподобных языках программирования, идея о том, что мы должны не пользоваться только теми средствами языка, которые нам даются, а что мы еще можем создавать свои собственные языковые средства и уже в терминах нашего нового, этакого новосозданного языка описывать нашу предметную область. Собственно, примерно это и происходит в рамках вот этого фреймворка. То есть у нас есть вот эти вот все макросы под названием DevComponent, DevSystem, и они, по сути, определяют под капотом целую массу различных вещей, массу различных вспомогательных функций и так далее. Собственно, на все из них можно посмотреть, вызвав такую вот, написав такой код в произвольном репле CommonLisp. Я тут, собственно, не буду этим заниматься. Там прям очень большая простыня кода. Вы из интереса попробуйте и посмотрите. Давайте перейдем к вопросу о производительности. Собственно, я достаточно сильно оптимизировал все вещи. То есть на самом деле, если посмотреть на выхлоп дизассемблера для вот той функции, которая генерируется макросом DevSystem, то мы увидим, что вот для, собственно, функции, для системы, которая у нас описана вот в этом вот примере для системы, значит, под названием Move, которая у нас наращивает позицию на скорость. Собственно, ее выхлоп дизассемблеров, значит, состоит из всего 460 байт, и внутри этого ассемблерного кода на самом деле нет ни одного вызова функции, ну, кроме вот этой вот специальной функции RebuildEntitiesBitmap, которая вызывается только в тех случаях, когда были добавлены или удалены какие-то новые компоненты, ну, то есть в идеале достаточно редко. Ну и в целом здесь, да, достаточно маленький код был сгенерирован компилятором SBCL, то есть здесь можно прям невооруженным взглядом увидеть тело самого цикла, который проходится по всем объектам, собственно, вот он начинается по метке L2, здесь вот происходит какая-то, значит, деятельность с регистрами с плавающей запятой, вот все они XMM1 и так далее, и, собственно, дальше прыжок на начало этого цикла вот здесь в L3, ну и дальше некоторые проверки, и, собственно, начало опять в L2. Вот здесь, по сути, весь цикл, который проходится по всем объектам, то есть это все занимает очень мало места. Опять-таки здесь вовсю утилизируется кэш центрального процессора, поскольку, как, ну, вот можно здесь увидеть непрямой доступ к памяти, то есть здесь все вот эти вот доступы к памяти скорее всего будут считывать данные из кэша. Вот такая вот штука. Собственно, немного по поводу из кейсов этой библиотеки. Она была, на самом деле, испытана в бою. Была сделана, как минимум, одна игра с использованием этого фреймворка. Собственно, мы с товарищем, значит, сделали такую игру для Game Jam, который проходил на платформе itch.io. Значит, там два раза в год проходит такое событие, как Lisp Game Jam, то есть вот такой Game Jam для разработчиков на Lisp. И вот, собственно, на весеннем Game Jam в 2023 году мы создали такую игру по названию Fodbound. Я здесь тоже провел ссылочку. Можно перейти на itch, ее там скачать и совершенно спокойно в нее поиграть. Вот, собственно, исходный код этой игры занимает всего 700 строчек, то есть что лишний раз говорит о том, что вот этот вот подход с металингвистической абстракцией, он очень здорово упрощает написание кода. На самом деле было очень здорово и очень приятно писать код с использованием ECS по той причине, что существует какая-то функциональность, ты хочешь добавить какую-то новую функциональность, и она добавляется очень легко и не ломает ничего из того, что существовало до этого, и все прям очень здорово надстраивается, и прям очень приятно с этим работать. Вот. Собственно, в коде игры есть... Описано 13 систем, описано 14 компонентов, в самый такой плотный момент игры создается около 1000 сущностей, и все это занимает не особо много памяти, где-то в районе 200 мегабайт, ну, то есть по меркам современного геймдева это прям вообще копейки. Вот я здесь привел несколько ссылочек на примеры различных систем, можно на них посмотреть и увидеть, как в реальности выглядят, значит, эти вот самые системы из паттерна ECS. Ну и немножко по поводу дальнейших планов. Хочется сделать чуть больше пиара к этой библиотеке, написать некоторую документацию, завести собственную страничку на ich.io, написать различные туториалы и так далее. Этим я буду в ближайшее время заниматься. Собственно, чтобы все это не пропустить, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я, значит, на него здесь тоже привел ссылочку. Я на нем пишу о разработке различных игр на LISP-подобных языках и о прочих смежных темах. Подписывайтесь на Twitch. Я там ранними утрами веду стримы, на которых опять-таки пишу на LISP-е различные игры. Ну и в целом, да, у меня к вам призыв о том, чтобы вы использовали этот микрофреймворк, созданный мной в своих проектах, делились какими-то своими проблемами. Я с радостью буду готов помочь и добавить какую-то, возможно, новую функциональность, которой вам не хватает. Собственно, пишите об этом в Issues, в Backtracker на GitLab. Ну и, в общем-то, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или предложения, оставляйте их в комментариях к этому видео. Я их обязательно с радостью прочитаю и на них отвечу. Ну и на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.